Здравствуйте, дамы и господа! Приветствую вас на этом празднике жизни. Поздравляю вас со средой, 5 июня 2024 года. Надеюсь, Павел Викторович из канала «Судьба дорога» не обидится на то, что я позаимствовал его фразу. Продолжаем наши репортажи из Утманова. Сегодня мы поговорим об этой площади в центре села. О Утмановско-Ильинском храме рассказывать я не буду. Скажу лишь, что до начала строительства этого храма в 1800 году существовал деревянный. Первое упоминание о нем засвидетельствовано в начале XVII века. Где он находился, неизвестно, но возможно, что вот эти массивные камни были его фундаментом. На месте этого домишка стояло двухэтажное здание потребительского общества, возведенное до революции. В нем находилась контора этого общества и чайная, где можно было вкусно покушать. Подавали супы, рыбу, котлеты, пряженники, оладьи, яичницу глазунью, компот, чай наливали из большого самовара, стоявшего на прилавке. Здесь можно было купить рассыпной чай, папиросы, шоколад, иногда бочковое пиво. За зданием находился ледник для хранения мяса. Чуть ниже была начальная школа, также возведенная до революции, первоначально как волосное управление. На рисунке папы Георгиевича Печенкина изображен момент установления советской власти как раз в этом здании. Наверное, самый старый деревянный дом в селе, почта до недавнего времени, там жил священник. Пекарни всегда находились на одном и том же месте, они регулярно сгорали. Рядом с пекарней находилась булочная. Она не имела отношения к пекарне. Это было частное заведение, которое содержал житель деревни Печенкина, за что и пострадал от советской власти. Под этим склоном находились так называемые Ждановские магазины. Длинно-деревянное здание с продовольственным отделом слева, справа промышленным, между ними складами с товарами. С западной стороны находилась дежурка, вечерний магазин. По всей длине располагалось гавдарея, крыльцо, где выгружали товары. Основателем магазина был вятский купец Жданов, пришедший сюда с женою и привезшим все свои первоначальные имущества на саночках. Примерно на месте этого дома, директора МТС, располагалась церковно-приходская школа для девочек. На площади проводились ярмарки, крестные хода, демонстрации, маевки, конные скачки во фролов день 31 августа от площади до ветеринарного участка. Во времена МТС на площадь было выведено радио, вещавшее через громкоговоритель. Площадь была покрыта травой, мурогом, но при МТС превращена в полигон по обкатке тракторов колесник. Продолжение следует.